Я хотел бы сделать две поправки к видеоролику, посвященному натрий-калиевому насосу. Одна очень незначительная. Я не думаю, что она ввела в заблуждение многих. Однако незадолго до окончания видеоролика у нас был момент, когда калий закачивался в клетку натрий-калиевым насосом. Давайте я нарисую мембрану. Она поможет нам исправить более существенную ошибку, которую я допустил. Итак, давайте я изображу поперечное сечение клеточной мембраны. И вот здесь нарисую натрий-калиевый насос. Он выглядит так. Мы видим, что он выкачивает три иона натрия на каждые два иона калия, которые он закачивает. Конечно, на самом деле он не выглядит точно так. Эта схема дает нам общее представление. Мы закачиваем ионы калия внутрь, и так, калий плюс, и выкачиваем ионы натрия наружу. В этом и состояла основная идея прошлого видеоролика. Когда эта структура трансформируется с помощью АТФ, она начинает выкачивать ионы натрия наружу. И теперь я хочу сделать одну поправку. Я не думаю, что это ввело вас в большое заблуждение. В самом конце видео я изобразил ионы калия и написал «калий плюс». Однако несколько раз в конце этого видео я называл их ионами натрия, и я не хочу, чтобы вы запутались. Это ионы калия, поступающие внутрь. Два иона калия закачиваются внутрь на каждые три иона натрия, которые выкачиваются наружу. Зная, что рисую калий плюс, иногда я называл его по ошибке натрием. Итак, я не хочу, чтобы вы запутались. Это была небольшая ошибка. И более существенную ошибку я допустил, сказав, что основной причиной того, что у нас возникает разница потенциалов, почему заряд снаружи более положительный, чем внутри, где он менее положительный. Так вот, я сказал, что основной причиной было это соотношение, мы выкачиваем наружу три иона натрия на каждые два иона калия, которые мы закачиваем внутрь. И я только что получил письмо от профессора физиологии Стивена Бейлора из Университета Пенсильвании. Он прислал мне очень интересное письмо по электронной почте, в котором поправил меня. Он дает очень интересную пищу для размышлений. Итак, вот что он написал, давайте обдумаем то, что он говорит. Он говорит, здесь, в медицинской школе Пенсильвании, у нас есть неплохая обучающая программа, которая симулирует ионные потоки, проходящие через общую модель клетки. Поток ионов — это движение ионов через мембрану, в том числе те, которые обеспечиваются натрий-калиевым насосом, а также те, которые возникают вследствие проницаемости мембраны в состоянии покоя. Итак, проницаемость в состоянии покоя — это то, насколько легко эти ионы проникают через мембрану. Мы вернемся к этому через секунду. И проникают через мембрану в состоянии покоя ионы натрия, калия, хлора и так далее. Одна из опций нашей программы позволяет студентам изменять стихиометрию насоса с 3 к 2. И когда мы говорим о смене стихиометрии насоса с 3 к 2, мы имеем в виду изменение соотношения. Итак, они изменяют его с 3 к 2 на 2 к 2. Что же получается? У них есть симулирующая программа, которая показывает, что происходит, если натрий-калиевый насос выкачивает 3 иона натрия наружу на каждые 2 иона калия, которые она закачивает внутрь. Что, если это соотношение выравнивается? Допустим, это будут 2 иона натрия и 2 иона калия. Если принять мое объяснение того, почему у нас возникает разница потенциалов, то это не должно привести к разнице потенциалов, если основной причиной является стихиометрия, соотношение выкачиваемого наружу натрия и закачиваемого внутрь калия. Он продолжает. Они могут симулировать потоки при соотношении 2 к 2. В результате этого действия мембранный потенциал меняется со своего нормального значения, около 80 мВ. Они измеряют это. Они берут вольтаж здесь, минус вольтаж там, и в результате получается отрицательное значение. Вот это более положительное значение. Это значение намного больше. Итак, оно изменяется с 80 мВ до примерно 78 мВ. Он говорит, что если вы изменяете это соотношение с 3 к 2, 3 иона натрия на каждые 2 иона калия, которые закачиваются внутрь, на 2 к 2, то это не приведет к существенному изменению потенциала. У вас по-прежнему остается более положительная среда снаружи, чем внутри. И на этом фоне возникает вопрос. Почему у нас сохраняется потенциал, если стихиометрия этого соотношения не является определяющим фактором? И он утверждает, что изменения незначительны. Разница потенциалов становится несколько меньше. Клетка приобретает несколько процентов, и затем все стабилизируется. Он продолжает в своем письме. Итак, хотя никто не спорит, что нормальная стихиометрия насоса оказывает небольшое отрицательное влияние на мембранный потенциал, и это лишь мембранный потенциал, трансмембранный вольтаж, дисбаланс в стихиометрии насоса, не является основным фактором для формирования значительного отрицательного мембранного потенциала клетки. Наоборот, основным, давайте я подчеркну это, основным фактором является концентрация градиентов, которые устанавливаются за счет действия насоса с учетом того, что клеточная мембрана, покоя, высокопроницаема для калия и лишь незначительно проницаема для натрия. Итак, мы обозначили в нашем видеоролике, посвященном натрий-калиевому насосу, что существуют каналы, которые пропускают через себя натрий, а также канала, через которые может проходить калий. Вот они на рисунке. И теперь он говорит о том, что основной причиной потенциального различия является не это соотношение, а факт того, что мембрана обладает высокой проницаемостью для калия. Она очень проницаема. Ионы калия могут выходить, когда захотят, намного легче, чем ионы натрия поступают внутрь. И вот что происходит. Даже если это соотношение будет 2 к 2, оно на самом деле составляет 3 к 2. Однако даже при соотношении 2 к 2, даже если эта внешняя среда будет более положительно заряженной, у вас все равно будет больше вероятность того, что ионы калия вот здесь будут добиваться того, чтобы пройти через мембрану и проникнуть на другую сторону. То есть будут поступать против химического градиента, поскольку у вас имеется более высокая концентрация калия здесь, чем вот здесь. Итак, у вас больше вероятность того, что ионы калия будут стараться проникнуть через этот канал и выйти наружу, чем ионов натрия проникает внутрь. Это и есть основная причина разницы потенциалов между внешней и внутренней средой. Благодарю Стивена Бейлера за эту поправку. Стивен Бейлера Продолжение следует... إن обвинение